Авэкодер. Сегодня мы будем разбирать реальное техническое задание на позицию Junior Python разработчика за 325 тысяч. Да-да, вы не ослышались. И где-то под конец видео я расскажу, где эту позицию можно так и нахватить. Безгониво. Так что ставь этому видео императорский палец вверх, подписывайся на канал, бей в колокол и погнали. Кстати, если всерьез задумываешься над освоением Python, то под роликом ты можешь найти ссылки на отличный курс по Python для начинающих и для продолжающих с хорошей подачей, практическими заданиями и просто часами добротного материала. А если интересуешься нейросетями, то там ты также найдешь ссылку на курсы по нейросетям. Итак, приступим. С чего мы начнем? Ну, конечно же, с данных. Нам предоставлен файл с транзакциями, который так и называется Transactions.txt. Давайте откроем и посмотрим, что он из себя представляет. Файл Transactions.txt хранит 991 транзакцию, предоставленную в формате с разделителями запятыми и распределенные по месяцам. Транзакции проводятся по нескольким счетам и имеют несколько типов. Файл содержит следующие столбцы. Transaction.id – это строка, представляющая собой идентификатор транзакции. Account.id – это строка, представляющая собой идентификатор счета, с которого была произведена транзакция. Day или день – это целое число, представляющее, собственно, день, в который была совершена операция. И category или категория – строка, представляющая тип категории транзакции. А также transaction amount – число, представляющее стоимость транзакции или номинально, сколько денежек участвовало в переводе. Чего от нас хотят? От нас требуется считать эти данные, обработать и провести с ними манипуляции, таким образом, чтобы предоставить вывод на основании этих данных в трех различных запросах – Q1, Q2 и Q3, соответственно. В выводе Q1 вычисляется суммарное значение транзакций для всех транзакций, совершенных за день в течение месяца. Вывод содержит одну строку для каждого дня. В каждой строке указывается день и общая стоимость. В выводе Q2 рассчитывается средняя стоимость транзакций по счету для каждого типа транзакций. Всего их семь. В выводе представлено по одной строке на счет и на категорию, то есть тип транзакции. Каждая категория содержит идентификатор счета и среднее значение по типу транзакции. И в вывод Q3 для каждого дня по каждому счету выводится статистика транзакции, рассчитанная за 5 дней до этого, без учета транзакций за сам день. Вывод содержит одну строку в день для каждого идентификатора счета в каждой строке, каждая из рассчитанных статистик. Такой статистикой являются максимальное значение транзакции за предыдущие 5 дней по счету, далее среднее значение транзакции за предыдущие 5 дней по счету. И, наконец, общее значение транзакций для определенных а именно AA, CC и FF за предыдущие 5 дней по счету. И важно отметить, для Q3 в методе указывается день, с которого необходимо вычислить эту статистику, и размер окна, так называемое скользящее окно. Как мы можем заметить, сложность запросов к данным постепенно возрастает. И давайте начнем с того, что считаем наши данные и определимся со структурой данных, которая будет их описывать, и с которой будет легче производить над ними манипуляции. Код будет доступен в репозитории, так что смотрите ссылку под роликом. Мы не забываем создать виртуальную среду, и наш Python файл, в котором мы будем работать, мы назовем transactions.py. Начнем с импорта необходимых библиотек и определения модели данных. Нам понадобится arcparse. Из модуля collections мы импортируем default dict. Из модуля data classes мы импортируем data class e fields. Из модуля csv мы импортируем dict.reader. Из статистики мы импортируем mean. Из typing мы импортируем dict и list. Далее мы определяем наш класс transaction. Обратите внимание, что это будет data class, и декоратор data class упрощает в данном случае создание классов, которые в основном хранят данные. Сам класс transaction имеет пять полей. transaction.id, account.id, transaction.day, category и transaction.amount. То есть все то, что мы видели в наших данных transactions.txt. Также мы можем заметить, что для каждого поля предоставлены подсказки по типам, чтобы обеспечить типовую безопасность и, собственно, ясность ожидаемых типов данных. Далее нам нужно, собственно, считать наши транзакции. Для этого мы определяем функцию loadTransactions, которая принимает в качестве аргумента file path, то есть путь к файлу строкового типа. Не забываем про небольшое описание того, что будет твориться в функции. Работодатели это очень любят, поскольку этот работодатель находится в англоязычном домене, то, собственно, я оставил это на английском языке. Вы можете проигнорировать. Внутри функции мы будем использовать контекстный менеджер, то есть withOpen, который гарантирует правильное закрытие файла после работы, собственно, с ним. Далее мы читаем файл с помощью dictReader и создаем объекты Transaction для каждой строки. Обратите внимание, два астерикса, эти две звездочки в Transaction, используются для распаковки словаря в именованные аргументы конструктора Transaction. А словарное включение внутри создания Transaction динамически связывает каждое имя поля в классе Transaction с его значением в текущей строке, что полезно. Теперь давайте проработаем ответ на первый вопрос. Напомню, это первый вопрос, к которому вычисляется суммарное значение транзакции для всех транзакций, совершенных за день в течение месяца. И вывод содержит одну строку для каждого дня. В каждой строке указывается день и общая стоимость транзакции. Для этого мы определяем функцию question1, которая принимает список транзакций. Опять же, не забываем про краткое описание того, что творится в функции. Опять же, работодатель это любит. Внутри нее мы используем defaultDict для накопления сумм транзакций для каждого дня. Далее мы для каждой транзакции добавляем сумму транзакции к соответствующему дню в defaultDict. DefaultDict со значением по умолчанию float гарантирует, что если день не встречался ранее, он инициализируется нулем. И, наконец, мы перебираем все эти дни и печатаем накопленные итоги, то есть накопленные суммы транзакций за эти дни. Теперь давайте проведем небольшой тест, чтобы убедиться в том, что наш question1 работает. Для этого мы определим функцию main. В ней мы вызовем эту функцию question1 и туда мы подадим наш файл. Далее мы запустим наш исполненный файл transactions.py. И мы можем видеть все дни, видите, день 1 и до 29 с суммой транзакций. То есть все работает на отличном, можем двигаться дальше. Следующая функция это question2, где рассчитывается средняя стоимость транзакций по счету для каждого типа транзакций. Напомню, всего их 7. Выводе представлено по одной строке на счет и на категорию, то есть тип транзакций. Каждая строка содержит идентификатор счета и среднее значение по типу транзакций. Итак, мы определяем функцию question2, которая также получает на вход список транзакций. Мы также предоставляем небольшое описание того, что внутри этой функции происходит и что она возвращает. А именно внутри нее мы используем defaultDict, где каждый ID счета сопоставляется другому defaultDict. И внутренний defaultDict сопоставляет категории с списком сумм транзакций. Далее, для каждой транзакции сохраняем сумму транзакций для своего счета и категории во вложенном defaultDict. Иными словами, вложенная структура defaultDict облегчает накопление сумм транзакций для каждого счета и категории. И в конце мы рассчитываем и печатаем среднюю сумму транзакций для каждого счета и категории. Иными словами, результаты выводятся в отформатированном виде для каждого счета. Теперь давайте вновь проведем небольшой тест, организуем функцию main и внутри нее вызовем наш question2, опять же с транзакциями, запустим исполняемый файл и мы должны увидеть результат. И здесь мы можем видеть средние суммы транзакции для каждого счета и по каждому типу транзакции. Можете видеть, что IA, BB, CC и так далее, это типы транзакции и у нас также есть account и дальше A и цифра. Это и есть, собственно, наши различные счета, по которым проводятся транзакции. Давайте теперь перейдем к последнему заданию, а именно Q3, то есть для каждого дня по каждому счету вводится статистика транзакции, рассчитанная за 5 дней до этого, без учета транзакции за сам день. Вывод при этом содержит одну строку в день для каждого идентификатора счета, в каждой строке каждая из рассчитанных статистик. При этом статистиками являются максимальное значение транзакции за предыдущие 5 дней по счету, среднее значение транзакции за предыдущие 5 дней по счету, общее значение транзакции для типов AA, CC и FF за предыдущие 5 дней по счету. И важно отметить, для Q3 в методе указывается день, с которого необходимо вычислить статистику и размер так называемого скользящего окна. Начнем с определения функции Question3, которая принимает список транзакций, тот самый день и значение скользящего окна, причем мы выставляем значение скользящего окна по умолчанию равным 5, то есть 5 дням. Опять же, по традиции, не забываем обделять эту функцию описанием того, что в ней происходит. Мы начинаем с фильтрации транзакций, чтобы включить только те, которые попадают в желаемый интервал дней. Далее мы используем Default Dict снова для накопления сумм транзакций и итогов по указанной категории по счетам. Я напоминаю, что категории, которые нас интересуют, это AA, CC и FF, и мы указываем их в виде списка Specified Categories. Затем для каждой транзакции в отфильтрованном списке мы накапливаем суммы и итоги по указанным категориям. И, наконец, мы перебираем эти накопленные суммы, чтобы вычислить статистику и уже распечатать ее для каждого счета. Нам надо протестировать и эту функцию, но вместо простых тестов, как было ранее, давайте протестируем всю программу. Для этого, если вы помните, мы импортировали модуль ArcParse, то есть мы можем подавать эти самые аргументы прямо при запуске нашего исполняемого файла, а именно, какой именно вопрос нас интересует. Для этого давайте сначала загрузим транзакции и сохраним их уже в отдельную переменную Transactions. Далее, внутри специальной конструкции if name равно main мы создаем новый объект парсера аргументов командной строки. Этот парсер будет использоваться для обработки аргументов, переданных нашему скрипту. Строка parser addArgument filePath с типом string и небольшой подсказкой добавляет обязательный аргумент filePath, который указывает путь к файлу с данными о транзакции. Следующая строка также addArgument, но уже с флагом question, типа int и различными вариантами выбора. Обратите внимание также на required true, это значит, что она является обязательной. Так вот, это добавляет обязательный аргумент question, который указывает на какой вопрос следует ответить. Аргумент может принимать только значение 1, 2 или 3, соответственно. Следующая строка и следующий аргумент это day, то есть добавляет необязательный аргумент day, который используется для ответа только на третий вопрос. Он у нас интового типа, и мы указываем его только если у нас флаг вопрос question равен 3. Далее у нас аргумент windowSize, размера окна, плавающего окна, опять же интовый тип, и у нас также дефолтное значение, равное 5. И метод parser parseArgs анализирует аргументы командной строки и сохраняет их в объекте args. Далее мы загружаем транзакции из файла, указанного в аргументе filePath при помощи loadTransactions и дальше через args filePath. Далее нам необходимо добавить некоторую логику, то есть проверять какой у нас указан значение аргумента question и вызывать соответствующую функцию для ответа на этот вопрос, то есть question1, question2 или question3. Но для самого question3, если вы помните, там дополнительные аргументы, то есть нам нужно указать дополнительную логику. И также у нас исключение мы выбрасываем, если выбран третий вопрос, но не указан параметр день. Код вызовет исключение valueError. Давайте проверим, что все работает, но уже с аргументами. Если мы вызовем наш исполняемый код, то есть transactions.py, и укажем deficeH, то мы увидим, какие аргументы нам доступны. Соответственно, чтобы получить запрос по первому вопросу, нам нужно указать наш исполняемый файл. Далее у нас filePath, то есть это путь к файлу с транзакциями. И у нас флаг question равным единице. И как мы видим, у нас вывод такой же, как когда мы тестировали это отдельно. То есть все работает. Теперь давайте протестируем второй вопрос. То есть у нас поменяется только флаг. Нажимаем вверх и меняем единичку на двойку. И мы видим, что у нас также все показано по транзакциям и по счетам. То есть все исполнилось отлично. Для третьего вопроса нам нужно будет не просто поменять в флаге question номер на тройку, но также предоставить дополнительные аргументы. А именно, скажем, день. Мы укажем день, ну не знаю, равным пяти. И посмотрим, что у нас получается. Сейчас оставим, опять же, скользящее окно по дефолту равным пяти. И мы видим прекрасный вывод. И логика у нас также работает. Посмотрим несколько граничных случаев. Скажем, укажем день, равный единице. Ничего не происходит. День, равный нулю. Тоже ничего не происходит. То есть мы рассчитываем предыдущие пять дней. Далее укажем день, равный тридцати. И как мы видим, у нас числа общие увеличились в разы. То есть мы посмотрели фактически последние пять дней за буквально в конце месяца. Далее мы можем изменить также и флаг Windows Size. У нас по умолчанию он пять. Но давайте его поменяем на что-то другое. Давайте сделаем размер плавающего окна равным тридцати. То есть всему месяцу. И мы также увидим хороший очень рост в числах. Поэтому можем действительно заключить, что это все-таки финальные числа за месяц. И тридцать дней были учтены. Вот такое задание. Я его решал когда-то давно. Оно мне помогло. Теперь пара слов о том, где такую работу можно нахватить. В Лондоне. Это реальное задание от компании, которое занимается анализом финансовых данных. Собственно, поэтому и само задание вращалось именно вокруг домена их работы, а не сводилось к решению алгоритмов. Опять же, откликаясь на вакансии, стоит помнить, что не всегда о стандартных задачах след кода по оптимизации алгоритмов бывает достаточно. Стоит учитывать и то, чем занимается компания, и то, какой тип задач от вас могут потребовать решить. Это был пример решения задачи в области финансов. И если тебе понравился этот ролик, то вот этот тебе зайдет 100%. А с вами был Ви. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok